Однажды я путешествовал в Италии, в Тоскане, и остановился у друзей в их доме переночевать на одну ночь. В их гостевой комнате обосновался их старый и очень лохматый, как я потом узнал, кот, поэтому повсюду была его шерсть. Наверное, эта шерсть привычна для тех, у кого кот живет в доме, но у меня довольно сильная аллергия на это, поэтому я был не готов к тому, с чем столкнулся. Я не сильно обратил на это внимание, хотя и заметил небольшой запах, так отспешил на встречу с друзьями. Кота в комнате не было, и не было видно следов его присутствия. Комната была очень чистая, опрятная, уютная, красивая и со вкусом обустроенная, со старинным, практически антикварными кроватью, столом, шкафом и большим сундуком, который был, видимо, вместо комода. Пол был выложен крупной красной каменной плиткой в типичной тосканской гостевая спальне, поэтому я забросил к ним свой саквояж и отправился на встречу. Вернулся я уже поздно, наверное, около полуночи. Я лег спать и быстро заснул, так как день был насыщенный, и я был довольным, но уставшим. Через какое-то время я проснулся от удушья, я не мог дышать, я задыхался от спазмов моих бронхов. И хоть я не астматик, полагаю, что так чувствую себя при приступах бронхиальной астмы. Но моя астматическая атака была аллергическая, так как я довольно отчетливо ощутил невидимое присутствие шерсти по зачесавшемуся лицу, кожи рук, которые соприкасались с подушкой и одеялом, который, как и потом выяснил, облюбовал домашний кот. Оказывается, он там обычно обитал, так как комната пустовала, когда не было гостей. Но об этом я узнал уже только утром. Друзья, конечно, не знали моей аллергии, поэтому ничего мне не сказали. Стояла прекрасная лунная ночь в живописном городке в Тоскане, в красивом старом каменном доме под черепичной крышей. Но я лежал и буквально задыхался в уютной и красивой гостевой комнате моих друзей. При этом у меня не было никаких средств от такой аллергии, и вообще она случилась для меня впервые. Обычно все ограничивалось кожным зудом, но спать на кровати, облюбованной котом, было достаточным триггером для дыхательной аллергической реакции. Конечно, полагая, что уже часа два ночи, я не хотел быть друзей, да и вряд ли они могли мне помочь. Естественно, ни скорой помощи, ни ночной аптеки в Тосканской глуши не было, да и добраться я бы не смог, не имея автомобиля. Я пытался вдохнуть и пытался сообразить, что же мне делать, ведь я совершенно не мог дышать, а насильственные вдохи-выдохи, примерно с таким степеньем, пробивавшиеся сквозь спазмированные дыхательные пути, не давали мне достаточной кислорода, чтобы мой мозг мог мыслить ясно. Моё сознание начало мутнеть, а тело конвульсировать и спазмировать от паники, умереть такой внезапной и неожиданной смертью. В отчаянии я стал стучать себе по грудине, и в этот момент проскользнула быстрая, но яркая мысль о том, что, наверное, можно использовать звуки. Ведь я уже тогда считался мастером звука и к тому времени посвятил исследованиям и практике звучания немало лет. Однако я никогда не сталкивался с аллергической астматической атакой и не знал, какие звуки мне могут помочь. Но выбора или времени думать не было, и я просто отдался, спонтанно вырвавшимся из горла звуком. Но вдруг что-то как будто направило меня, и я стал произносить звуки с ритмом ударов по моей грудине. Я не знал, сработает ли это. Мое сознание уходило из тела, и я уже не соображал совсем. И вдруг буквально через несколько секунд прекратились спазмы бронхов, бронхиол, я смог глубоко и свободно вдохнуть. Я чувствовал, наверное, как утопающий, который, выбравшись на поверхность из воды, жадно хватает воздух. Только в моем случае меня душили мои собственные легкие, точнее, сжавшиеся и закрывшиеся бронхи и бронхиолы. При этом они даже как будто бы и не думали открываться, реагируя на шерсть, на кожное выделение хозяйственного кота, которые невидимо усеивали подушку и одеял. Мое сознание вернулось, как только я смог свободно вдыхать и выдыхать. Я продолжал начитывать звуки, постукивая себя мягко, сжатым кулаком, по грудине, под ключицами, но довольно скоро я понял, что этого уже не нужно. Я дышал легко, свободно, и легкий кошачий запах уже не вызывал никаких реакций. Через несколько минут меня накрыло расслабление и, напомнившая о себе усталость и сонливость, я уснул, крепко проспав до утра. Утром я спросил своих друзей, нет ли у них кота, и они удивились, но подтвердили, сказав, что кота они забрали к себе наверх, чтобы он не помешал вдруг мне своим вторжением. Я не стал рассказывать своим друзьям о ночном кошмаре, так как был сосредоточен на том, чтобы вспомнить, что за звуки я произносил. Причем я произносил их с определенным ритмом и даже какой-то вот мелодией. Это было не первый раз спонтанного звучания, но я был благодарен своей судьбе и своему увлечению звуками, которые буквально спасли меня в ту ночь. Звуки были следующими. Интересно, что звуки да и на относятся к стихии металла, которая связана с легкими. Но У и Ма – это стихия воды, в свете моих знаний о звуках. Почему именно такое сочетание сработало, я не знаю. Только могу догадываться, ведь стихия воды – это сын стихии металла, поэтому снимает избыточность и устраняет застой. Ведь спазм может быть как раз избытком и блокировкой возбужденной энергии. Но главным была какая-то внутренняя команда бронхом открыться и не реагировать на аллерген. Позже мне открылись и другие подобные формулы, касающиеся пяти стихий. В частности, для легких – это формула «данно-данно» и «данно-неданно» для их стимуляции и активизации. Она так и делается, постукиванием точно так же. Но в случае приступа, аналогичного происшедшему со мной, возможно, именно та спонтанная формула будет более эффективна. Я даю различные звуки или формулы на разных курсах и мастер-классах. Например, на курсе «Пробуждение силы» мы начинаем с главных звуков, то есть шести гласных. А на мастер-классах «Пять войцы» и «Пять лучей» я давал звуки, очищающие от мутной ци, то есть энергетических загрязнений, связанных с накоплением, блокировкой и конденсацией в тканях эмоций, а также эмоций, глубоко заседшие в легких. Есть целые курсы, такие как «Исцеление звуками» Киаиджинда, «Мудрые звуки пяти стихий». И кому интересно, тот может изучить их по программам Академии Киаиды. Очень надеюсь, что эта тема оживится в клубе Киаида, который откроется через неделю. Скоро сделаю анонс. Кстати, есть открытая группа «Звуковая аптека», где происходит общение тех, кому интересно «Исцеление звуками», особенно на основе «Звуковой аптеки». Есть подписка на ресурс, где есть разные звуковые волнограммы, которые уже принесли и продолжают приносить пользу многим пользователям. Ссылки на программу Академики Айна, группу «Звуковая», а также есть еще «Дыхательная аптека» в описании к видео. «Звуковая аптека», а также есть «Исцеление звуками».